Приветствую вас. Я думаю, что это, конечно, трагедия, то, что вы описываете, но в первую очередь хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вы говорите о себе и о своем муже. В таком вот, ну, скажем так, обобщающем ключе. То есть, как будто бы вы и муж, это вот, ну, что-то такое одинаковое. Вот. Хотя мне кажется, что муж ваш может и должен реагировать на это по-своему, а вы, что, в принципе, естественно, как мне кажется, по-своему. Вот. Сейчас получается так, что вы реагируете одинаково. Так не бывает. Поэтому в первую очередь, мне кажется, вам нужно немножечко дифференцировать, разделить свою реакцию и реакцию мужа. Вот. На мой взгляд, это вполне себе справедливо будет и честно по отношению к вам и по отношению к мужу. Второе. Более чётко сформулировать для себя хотя бы своё отношение. То есть, ну, как конкретно вы к этому относитесь. Потому что мне, например, показалось, да, что вы как-то вот не очень понимаете, как конкретно относитесь. К тому, что сейчас, например, происходит. Вот. Что испытывать такие чувства, как сочувствие, сожаление, переживать ужас. Это нормально. Вот. Как нормально переживать чувство отращения к тому или иному человеку. Но вам это нужно просто более для себя определить, более для себя сформировать. То же самое нужно сделать и сестре вашего мужа. И мужик, если он себя так вот чувствует. Это необходимо для того, чтобы вы могли бы обозначить свою позицию. Не только для себя, но и перед родителями. Это нужно для того, чтобы выстроить адекватные личные границы между вами и соответственно родителям. Конечно, скорее всего, вам планы изменятся. Потому что, ну, вряд ли. Так как. Было. Будет. Но вместе с тем, мне кажется, что наибольшая угроза здесь не в том, что, допустим, планы какие-то не реализуются. Ну, вот, планы, да, которые были у вас и у водителей вашего мужа. Мне кажется, что наиболее неприятно то, что, ну, вот. То, что может быть наиболее неприятно. Это, на мой взгляд, непроживаемость ваших чувств, которые у вас есть. Как бы, ну, фиксация, скажем так, на них. Или продолжение фиксации на них. Равно как и у сестры, вашего мужа, очевидно, есть травма, которую также нужно прорабатывать. И вот тогда уже, по итогу, вы сможете выработать, выработать свою позицию. Физра смог выработать свою позицию. Конечно, есть вопрос, почему она, физра, я имею ввиду, начала делиться какими-то откровениями именно сейчас. Вот. То есть, вот столько лет молчала. Молчала, молчала, молчала и только сейчас об этом рассказал. Вот. И что произошло. Это тоже нужно учитывать. Почему она решила рассказать это вам, а не, например, психологу, да? Вот. Обычно так и делают. То есть, обычно моменты травмирующие, моменты насилия проживают вместе с специалистами. Потому что родственники в этих ситуациях помочь могут всегда постольку поскольку. А сами люди за много лет, ну, вполне могут измениться. То есть, сами люди за промежуток времени, да, уже могут и не помнить, уже для них это может быть не актуально или они могут сожалеть. Вот. То есть, по факту, есть большая достаточно вероятность, что человек живет в прошлом, к сожалению. Это не значит, что он, то, что с ним произошло, у него не болит. Это значит, что, ну, как бы, скорее всего, это актуально только для него. В силу того, что он не прожил в полной мере травму. Вот. И, как бы, конечно, это отравляет жизнь человека. Вот. Конечно, помешает. Ну, тут повторюсь, тут идея именно в том, чтобы максимально полно выразить и сформировать свою позицию. Вы спрашиваете, как себя вести. Никто вам не ответит, как себя вести, потому что, правда, решать это можете только вы. Вот. Только вы можете решать это, только вы можете отвечать на этот вопрос, потому что это ваша жизнь, ваша ответственность и, как странно, ваша семья и ваши планы, на которые вы, как бы, собираетесь наложить определенные, ну, как бы, изменения, да? Да, определенные коррективы. И, соответственно, это решение, если оно будет принято, лучше всего, чтобы это решение было принято вами. Самой, да? Вот. Ну, а психолог может, как бы, направить вас, вот, помочь вам увидеть какие-то вещи, которые вы сами, например, не видите, допустим, вот, и, как бы, помочь вам с этим разобраться. Вот, конечно, столь резко изменение восприятия человека болезненно и для вас, я уверен, это болезненно и для вашего мужа, я тоже уверен, что это болезненно. Вот. Но, тем не менее, продолжать жить вам, очевидно, как-то все-таки нужно, нужно, потому что все равно люди не чужие, все равно полностью контакт выездят. Прерваться может вряд ли, вот, ну, а сестра, повторюсь, на мой взгляд, выбрала немножко не тех людей для, так сказать, откровенно, ну, для откровенности. Вот. Потому что все же подобными вещами занимаются специалисты. Вот. Все что она сделала для вас, например, да, это по большому счету просто испортило вам жизнь. Ну, подпортило, скажем так. Немаловажный факт заключается в том, что у меня сложилось впечатление, как будто бы ваше счастье, вот, то, что, условно говоря, можно назвать вашему счастью, как будто бы ваше счастье слишком сильно зависит от родителей мужа. От совместных планов. Такое ощущение, что вы были счастливы только пока эти планы были. Вот, когда эти планы, ну, условно говоря, посчетнулись, да, я не знаю, вы не сказали, что вы будете делать, может быть, вы и сами еще, не знаете. Вот. Но, тем не менее, вы говорите, что в силу никакого счастья, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть такое ощущение, да, как будто вот вы, ну, не совсем самостоятельны. Вот. Ну, как бы, в этой позиции. Вот. Понимаете, о чем я говорю. То есть вам, мне кажется, нужно вот больше внимания уделять именно себе, больше внимания уделять своим отношениям с мужем, а не им, потому что все-таки есть ваша семья, есть семья вашего, ваших, ну, не ваших, а родителей мужа. Вот. И, как бы, взаимодействовать хорошо, но все-таки есть и объективные разграничения. А вот мне показалось, что таких вот ограничений у вас маловато. Конечно, я могу ошибаться, но пока все выглядит так. Вот. Поэтому, я думаю, что, вот вы пишите у нас все к истерике. То есть у кого, как бы, истерика не очень понятна. Вот. Мы с мужем были так счастливы, пишите вы, что наши семьи дружат, было много заметных планов, мы были с семьями вместе. Ну, вот, как бы, да. То есть, с одной стороны, вроде бы, тотальный разворот на них, теперь тотальный разворот на них. Как бы, то есть, это вот, такие вот качели. Да, то, о чем вы говорите, безусловно, ужасно. Но, повторюсь, повторюсь, вот здесь чувствуется некая такая вот, как будто бы зависимость. Как будто бы зависимость. Вот. Потому что вот эта вот фраза. Мы с мужем были счастливы, что наши семьи дружат, было много совместных планов, чтобы были с семьей вместе, планы на отдых и так далее. Это вот вопрос про вашу самостоятельность. Так как бы. Потому что, ну, родители это родители, дети это дети. Так что, вот об этом я рекомендовал бы вам подумать. То есть, какое значение для вас имеет, вот, совместные планы тогда. Потому что никто не мешает вам, словно говоря, взаимодействовать с ними как-то вот. Формально, да? Вот. Ну, в принципе, обусловить свое отдаление вашими интересами. Более активными, более, соответственно, адаптивными под ваш возраст. Что касается принятия, то никак. Вы либо примете это, либо нет. Никакого секрета, секрета здесь не существует. Вот. Вас никто не заставляет принимать. И, как это ни парадоксально, никто не заставляет вас не принимать. То есть, все исключительно по вашему желанию, как бы. То есть, хотите принимать, хотите нет. Освободить. Очевидно, вам нужно время. И, очевидно, вам нужна помощь в том, чтобы разобраться своими чувствами. В этом вам поможет специалист. На этом все. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью вы и сестра вашего мужа.